Нефтьюганские спасатели провели тренировку на льду. По сценарию учений два человека провалились в полынью. Специалисты экстренных служб встретились на берегу Юганской Абим. Спасатели достали людей из воды с помощью веревок и носилок, а потом передали пострадавших бригаде скорой помощи. Подобные тренировки на взаимодействии отрабатывают слаженность действий, что в экстренной ситуации может сыграть решающую роль. Наша задача была достать людей из полыни и передать им, сотрудникам МЧС. Наша задача – работать слаженно, чтобы самому не провалиться под лед и чем быстрее оказать помощь пострадавшему и вытащить его из льда на сушу. Пульс есть? Есть. Живой. Город здесь надо. Сухой одеждой. Как отмечают спасатели, некоторые югорчане до сих пор используют снегоходы, рискуя жизнью. Из-за перепадов температур лед уже не может считаться надежным для таких развлечений. Приобретший так называемую кристаллическую, игольчатую структуру, этот лед небезопасен. Толщина совокупная, более рекомендованная, намного более. Но прочность льда уже абсолютно никакая. Поэтому такой лед весенний представляет собой особую опасность. Ну, во-первых, как определить эту опасность? Такой лед темный. В отличие от зимнего прочного льда, этот лед темный, напитанный водой. Продолжение следует...